Маков.нет. Максимальные скидки подписчикам appleinsider.ru Всем привет и добро пожаловать на appleinsider.ru Прошло некоторое время, когда к нам попали новинки iPhone 6 и iPhone 6 Plus Вот они лежат передо мной, слева лежит iPhone 5s И, конечно же, самой интересной новинкой был 6 Plus Потому что он значительно больше всего того, что раньше делала Apple На рынке смартфонов И было очень интересно попробовать с ним пожить, походить и понять, насколько он вообще удобен в качестве смартфона В этом небольшом видео я попытаюсь поделиться с вами своими впечатлениями и ощущениями После того, как я немножечко пожил с iPhone 6 Plus Давайте начинать Итак, вот он. Красавец. Большой, контрастный, с прекрасным экраном С отличной батареей Могу сказать, что я не выпускал его, наверное, часов 8 из рук Когда тестировал Постоянно запускал какие-то игры, браузинг Это был Wi-Fi, 3G Вот 8 часов вот такого прям очень активного пользования он выдерживает без проблем Здесь, я думаю, что ничего удивительного нету Потому что он все-таки большой Аккумулятор там очень и очень емкий Поэтому в плане энергопотребления и вообще в плане его жизни никаких нареканий нет Ну, давайте, да, рассмотрим, собственно, чем же этот 6 Plus вот так прям отличается от всего остального Чтобы нам не мешали, я включу такой режим Ну, первое, что сделали в 6 Plus, это добавили вот такой режим Режим Landscape И, честно говоря, вот за то время, что я им пользовался, я так и не понял, зачем он нужен То есть, так ни разу мне и не потребовалось Ну, кроме вот, пожалуй, что тестов Так ни разу и не потребовалось действительно им воспользоваться Ну, оно да, оно удобно, хорошо сидит в руках И, в принципе, можно там заниматься браузингом, да, или там, в общем, чем угодно Но по факту оказалось, что, в общем-то, вот такое именно использование, оно никак не пригодилось Есть и есть Хорошо, но для этого нужно телефон держать двумя руками И, наверное, тогда будет удобно Поэтому я его все-таки вот возьму традиционно, как мы его обычно и берем в руки И попробуем управляться дальше Самое главное, наверное, и самое основное, что должно быть для смартфона Это все-таки доступность одной руки Потому что, согласитесь, когда вы на улице и у вас там либо чем-то рука занята Ну, и вообще, когда ты идешь на ходу, то двумя руками управлять смартфоном не очень комфортно Даже если это и возможно И здесь я придумал вот такую штуку Мы ее уже показывали, когда двойным тапом по кнопке home интерфейс весь спускается вниз И в этот момент можно, собственно, одной рукой добраться до иконки, которая недоступна, когда вы пользуетесь этой самой одной рукой То же самое, зашли в настройки, вот как уйти назад, да Делаем двойной тап, нажимаем настройки и откидываемся назад В общем-то, я говорил и писал, и сейчас, наверное, делаю на этом особый акцент Что вот без этого самого режима одной руки Смартфон именно в качестве звонилки, да Устройство, которое вам позволяет звонить Звонить теряет всяческую, любые плюсы Потому что, ну, если вам для звонка банально нужно две руки Вот смотрите, да, то есть нужно его перехватить В этом тогда будет более-менее удобно набирать Но сейчас обратите внимание, что у меня рука лежит на столе Представьте, что вы идете по улице И там есть какой-то поток людей Вам нужно набрать какой-то номер Хотя обычно мы, конечно, делаем это из избранного или из контактов Но вот при таком хвате, например, да Я не могу дотянуться до избранного, видите, мне не получается Мне нужно менять хват И в этот момент телефон может просто банально упасть Чего бы, конечно, очень не хотелось Учитывая его стоимость в России, да и в России тоже Поэтому вот этот самый режим двойного тапа Он очень-очень спасает, если вам вдруг надо дотянуться до каких-то элементов Которые находятся вверху Идем дальше Значит, что касается самих кейсов использования Значит, то, что он большой, конечно, ограничивает нас в том Что, как мы можем использовать наш телефон И здесь на помощь нам приходит Dictation Спасибо большое Apple, что они наконец-таки сделали его на русском языке Работает это так Причем работает очень хорошо Мы по Dictation обязательно сделаем отдельное видео Потому что оно действительно того стоит Там огромное количество команд, которые можно давать И можно фактически без клавиатуры прекрасно справляться Но нужен интернет, это обязательно Вот, например, мы зашли в браузер Appleinsider.ru Вот, пожалуйста И мы, в общем-то, можем перейти Но надо было отключить до того, как я сказал Вот, пожалуйста Но по факту вы видите, да, что даже на русском языке Система прекрасно понимает, что мы хотим перейти на какой-то сайт И этот сайт нам показывает Что касается браузинга При использовании 6 Plus Начинаешь понимать, что, в общем-то, может быть И не обязательно для сайтов делать мобильную версию Потому что, вообще, iPhone 6 Plus определяется браузерами Как именно телефон Поэтому для него показывается мобильная версия У Appleinsider мобильной версии пока нету И мы видим, что на таком экране Она, в общем-то, и не нужна И более того, такие специально заточенные мобильные версии На большом экране смотрятся немного странно Но для этого, в общем-то, Apple сделала прекрасную штуку Сюда заходим И вот сдвигаем чуть вниз И тут есть полная версия сайта Мы нажимаем И даже если у вас загрузилась мобильная версия То мы можем перейти на полную версию сайта Идем дальше Для того, чтобы на 6 Plus достать шторку Мы можем это сделать второй рукой Здесь у нас виджеты Про виджеты у нас тоже будет отдельное видео Я довольно много насобирал Про каждый расскажем отдельно Пока отдельных, на самом деле, довольно мало Но если вам нужно достать шторку Опять же, для управления одной рукой Мы делаем дополнительный тап И вот так вот сверху эту шторку можем выдвинуть Это очень удобно, согласитесь Здесь Apple все-таки правильно придумали Как нужно сделать этот двойной тап Мы знаем, что и на андроидах Тоже есть режим одной руки Как сделал это Apple мне нравится больше Исключительно по, наверное, каким-то визуальным качествам То есть, ну, просто это выглядит симпатично На андроидах Там все сдвигается вот в этот уголочек И дальше можно делать Ну, тут, как говорится, вкусовщина О вкусах мы не спорим Подводя итог По использованию 6 Plus Что я хочу сказать Для себя я окончательного вывода еще не сделал Все-таки надо немножечко походить еще с шестеркой Но если у вас кейс примерно как у меня Потому что я ждал обновления iPad mini И думал купить новый телефон iPhone 6 Когда еще не знали о том, что будет 6 Plus И к нему купить iPad mini Смартфон для того, чтобы в основном звонить А на iPad уже действительно пользоваться всеми смартфункциями Там, твиттерами, браузерами и так далее Но вот сейчас я понимаю, что вот такой размер экрана Как мы видим на iPhone 6 Plus Это вот как раз-таки идеально, наверное И для тех, кто хочет поработать И для тех, кто хочет звонить У уха мы показывали фотографию Я думаю, что при монтаже мы ее также наложим В общем-то смотрится нормально Нет ощущения никакой громоздкости И, в общем-то, с этим вполне можно жить Использовать как телефон Мы засовывали его в карман Проверяли, в общем-то, ну да Он, конечно, великоват Но это, наверное, идеальный компромисс Для того, чтобы не покупать два устройства А купить одно Пожалуй, на этом все Мы обязательно еще с вами встретимся И мы вам расскажем много-много интересного У нас запланировано огромное количество Видео по новинкам от Apple И мы благодарим магазин MacOfNet Который нам предоставил iPhone 6 и iPhone 6 Plus Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok